приветствую вас сегодня у нас урок части аудирования и сегодня мы поговорим про первый тип аудирования для того чтобы напомнить вам формат просто расскажу в чем заключается задание у вас будет возможность прослушать несколько различных рассказов разных людей это монолог то есть человек рассказывает что-то своей жизни там может быть на что-то жалуется каких-то своих планах говорит и вас даны шесть таких диалогов и 7 вариантов ответов то есть один вариант ответ он лишний и соответственно надо сориентироваться который из них лишний это наверное делается для того чтобы усложнить вам задачу соответственно вы имеете некоторое время для того чтобы прочитать варианты ответов как бы для себя выделить ключевые слова для того чтобы вы знали как вам ориентироваться среди этих монологов далее вы слушаете один за другим монологи у вас есть пара секунд буквально после каждого монолога выбрать правильный ответ после того как вы один раз прослушайте все монологи у вас будет 15 секунд для того чтобы собраться с духом перепроверить свои ответы и потом вы прослушайте задание еще раз а вообще подход какой ко всем частям аудирования во-первых не переживайте если вы чего-то не понимаете то есть вы допустим прослушали один монолог вообще ничего не поняли расстроились все жить никчемно я больше не могу мне ничего не получится это самое ужасное что я вижу от студентов то есть как бы вы привыкли стремиться сдавать на пятерки и все такое тест это стрессовая вещь но вот из моего опыта подготовки людей гораздо более сложным экзаменам зарубежным как джим от той фу айлс джерри могу вам сразу сказать как только вы теряете свой настрой и чувствуете что все у меня не получается я больше не смогу этого сделать естественно ваше внимание уже не здесь вы уже не слушайте аудио вообще ни о чем не думайте кроме как о том что вы сейчас все вас провалится да вы уже все тест не сдали естественно с точки зрения этого экзамена вам дается один шанс потом вы можете передавать только через несколько месяцев то специально нагнетается это все вы готовитесь несколько лет родители стрессует ну в общем старайтесь это с собой не приносить на экзамен и иметь такой подход что крица я просто слушаю делаю лучшее что я могу делать естественно у вас будет второй шанс так как вы будете слушать аудио еще раз поэтому если вы прослушали монолог ничего не поняли просто говорить ok next time у меня будет еще один шанс слушаем дальше с ваша задача умело переключать свое внимание постоянно возвращать себя обратно в работу казалось бы я сейчас говорю какие-то такие вещи не относящиеся к тесту но это оказывается ключевой навык из опыта многих моих студентов которых я лично готовила к экзамену и студентов моей школе которых готовили другие преподаватели моей школе и мы даже делаем несколько уроков специально для наших студентов какой-то такой психологической подготовки да а если это а если то если вот это не получилось а если вот так что ты будешь в такой ситуации делать и вот самый главный навык это когда человек ну просто ради можно сказать не париться он просто вот делает лучше что он может сделать и как бы из моего опыта те студенты которые начинали троечниками которых просто был подход что типа а ну как-нибудь получится они в итоге сдавали 95 97 баллов иногда даже намного лучше чем те которые были пятерки которые приготовились проделали все задания как бы пришли к этому дню с таким весом и грузом ответственности что они просто простерялись посередине задания не смогли его доделать до конца соответственно больше не буду отступать до от формата сейчас мы посмотрим на то как нужно делать это задание во первых давайте посмотрим на то что варианты ответов это всегда цитаты которые суммируют идея которая была в монологе соответственно может говорить я там собираюсь поехать куда-то отдыхать или мне нравится моя работа или мы семьей любим заниматься тем-то тем-то выходные то есть это совершенно банальные какие-то идеи о жизни и читая эти цитаты вы естественно сможете определиться ну что примерно ожидать и мы когда будем делать сейчас примеры из конкретных вариантов и г вы увидите как можно выхватывать ключевые слова из этих вариантов ответов и суммировать его даже не до одной строчки а буквально до двух слов дальше вы когда слушаете монолог вы должны искать именно этот смысл ни в коем случае не ждите что вы услышите те же самые слова то есть если он говорит допустим I'm so tired of my job lately то есть я настолько устал от своей работы за последнее время то в тексте он просто будет говорить my boss делает это и нам нужно там приходить рано и мы работаем over time и нам так тяжело и тра-та-та то есть как бы он не скажет что он устал от своей работы но по вашему ощущению да это будет единственное что подходит к этой цитате поэтому не бойтесь доверять своим ощущениям и пытайтесь отвечать не исходя из синонимов а исходя из общего смысла который вы получаете за этой цитаты и из этого монолога ok сейчас мы посмотрим на несколько вариантов я буду делать их вместе с вами вы можете обратиться к своей рабочей тетради там вас есть полностью и транскрипт этого аудио и мы будем его вместе слушать затем я буду давать свои комментарии по поводу ответ для начала давайте посмотрим на те варианты ответов которые нам даны сразу говорю что один из них лишний но вы заранее не знаете поэтому когда у вас есть время время подготовиться вы должны очень быстренько пробежаться по ним и выделить ключевые слова я сейчас делаю это вместе с вами первое это using the internet is a good way of studying english что нам нужно отсюда взять studying english то есть мы понимаем что что-то связано с изучением английского языка и по интернету что интернет каким-то образом нам помогает это сделать дальше интернет has all kinds of interesting forums что мы запоминаем слово форум естественно у вас не будет слова форум в самом монологе но вы идею форума понимаете где люди там общаются делятся своими мнениями и так далее дальше интернет helps with shopping ключевое слово это shopping дальше интернет is very useful for doing the speaker's job то здесь будет что-то о человеке который делает спичи выступает на публику каким-то образом ему помогает интернет может быть он находит там информацию или как-то тренируется обучается своему навыку но в общем ключевое слово здесь это спикер дальше the internet helps to learn about different cultures ключевое слово естественно cultures потом у нас осталось the internet can be dangerous for users соответственно это dangerous то есть какая-то там есть опасность и the internet gives quick access to the information you need здесь ключевое слово это quick access соответственно из семи вариантов ответов у нас осталось на самом деле несколько ключевых слов это study forums shopping speakers job cultures dangerous и quick access согласитесь что так намного проще слушать сейчас аудио для того чтобы найти что-то близко к этому совсем собственно давайте попробуем наш тюрьму что нам нужно и что-то и что-то как на естественную что-то что-то В этом аудио была ключевая фраза, где он говорил То есть он говорит о том, что что-то покупает. Здесь ключевое слово было buy. Естественно, buy не является синонимом или даже однокоренным словом слова shopping. Тут покупать, тут как бы ходить в магазины, но все равно где-то около идея близкая. Поэтому, естественно, мы отвечаем третий вариант на первый наш текст. Теперь слушаем следующий. В данном аудио ключевым словом было with the help of the internet I can chat with different people from different cultures, countries. Собственно, здесь идея чат. Чат, что мы делаем? Это общаемся в каком-то там форуме, блоге, где-то на фейсбуке и так далее. Соответственно, здесь мы выбираем пятый ответ. Это ответ про форумы. Следующий. Субтитры создавал DimaTorzok В данном аудио у нас была главная идея о том, что он говорит, что он общается со своими кастерами. То есть, then I get text from customers by email and return the completed translation to them. Соответственно, он работает как спикер или, может быть, переводчик, но суть в том, что это единственное аудио про работу. Если вы вдруг не догадались, да, это немного сложный. В первый раз, окей, проехали. У нас будет второй раз прослушать, плюс мы сейчас заслушаем все остальные аудио. Мы исключим остальные варианты ответов. И, надеюсь, у вас останется всего два, из которых вам придется выбрать. Один из них будет лишний, а другой из них будет проработать. Собственно, будет несложно это выбрать. Слушаем следующий. В данном аудио ключевой фразой было The internet has a risk of receiving spy programs or viruses which can damage your computer. Ключевым словом здесь является risk. Dangerous, risk. Да, они не являются однокоренными словами, но где-то синонимичными. То есть, какой-то риск вируса и это какая-то опасность интернета. Соответственно, это шестой вариант. Слушаем следующий. I used to chat on the internet because I wanted to improve my English. Then I started to write in forums because I think that there you can get to know very intelligent people and share your interests. From my research, I think the best way to learn English over the internet is to chat online. You can also find some tests on the internet and check your progress. В этом аудио ключевой фразой было I used to chat on the internet because I wanted to improve my English. То есть, здесь было improve my English, то есть улучшить мой английский. А там в первом варианте ответа было study English. Соответственно, опять же, идеи близкие. И последний слушаем. The internet has a wide variety of information, such as data, pictures, graphs, film or book reviews and such like. For example, instead of going to a library, you can search the internet at home and find information for a report, an essay or anything you need in no time. Also, the internet has lots of news from all over the world, so it's easy to find out what's going on. So, it is very helpful for people of different age groups. В последнем аудио ключевой фразой было The internet has a wide variety of information, such as data, pictures, graphs, film or book reviews and such like. Соответственно, идея о том, что он находит различную информацию такого или иного рода. И это наш последний вариант, седьмой, где он говорил о том, что он может с легкостью находить полезную информацию в интернете. Как видите, ключевой задачей в подготовке к ответу на этот вариант ЕГЭ существует именно этот вот скилл, где вам нужно натренироваться и выделять ключевые фразы в том, что вы слышите, в том, что вы читаете. Сначала тренируйтесь дома только на вариантах ответов. Вот у вас короткое предложение, из него вынесли главное слово. Дальше, когда вы будете слушать параграфы и примерах заданий, у вас также есть транскрипт. Вы можете читать, если вы не понимаете на слух поначалу. Вы должны найти сначала ключевое предложение, которое как-то относится к идее. Так как вы уже поняли основные идеи, когда вы прочитали варианты ответов, вы чувствуете, либо это шопинг, либо это работа, либо это поиск информации, либо это другие культуры, это либо изучение английского языка или что-то еще. Вы на эту общую тематику находите главное предложение и в нем уже копаетесь. Там всегда есть ключевое слово, которое будет синонимом или это близкое по значению к тому слову, которое вы выбрили ключевым из предложения, когда вы рассматривали варианты ответов. Давайте вы дома потренируйтесь. Я желаю вам успеха. И на следующем уроке мы сделаем еще несколько примеров для того, чтобы закрепить этот навык. Субтитры сделал DimaTorzok